Сегодня я хотел поговорить о теме масштабирования, потому что я ее заявил организаторам. Тем не менее вопрос к вам. Для кого тема масштабирования близка? У кого две или больше команд работают над одним продуктом или проектом? Отлично, хотя бы треть зала, четверть. Давайте сначала представлюсь. Меня зовут Тимофеев Грашин, я работаю в IT уже почти 17 лет. Долгое время был менеджером, последние лет пять был консультантом. В этом году опять вернулся в delivery management и занимаюсь тем, что управляю процессом разработки порядка 10 команд. Это очень интересный опыт, когда в одной организации можно ставить эксперименты на разных кроликах. И будучи консультантом, мне пришлось столкнуться с масштабированием и реально не только масштабированием, но и масштабированием по agile. Поэтому сегодня я ставлю перед собой цель немножечко рассказать вам про принципы, которые вам все равно пригодятся, вне зависимости, есть ли у вас проблема масштаба или нет, и показать, на основе чего закладывается масштабирование. И в конце рассказать просто пример нашей компании, как вот мы строили в нашей компании на этих же принципах. Давайте немножко два слова с вами познакомимся. Для кого из вас слово agile не пустой звук? Кто из вас? Окей, отлично. Так, про масштабирование спросил. Чтобы еще спросить. У кого из вас есть сертификат по waterfall? Кто из вас может сказать, я учился в методологии waterfall? Что, у тебя прямо в дипломе написано waterfallist 80-го левела? Не, ну подожди, может я просто… Я всегда спрашиваю. У меня недавно вот коллега сказал, что извини, ты не можешь рассказывать про agile, если ты не поплюешь в сторону waterfall. Соответственно, все мы говорим, waterfall — это плохо. То есть вот такая огромная массив воды течет и падает. Чем плохо? То есть time to market. И действительно, вот мой следующий поинт, к которому я хотел подойти, спасибо, вот фактически съеднялся языком. Поток горный. Мы все знаем, что он мелкий, но очень быстрый. Горная речка течет быстрее, чем какая-то глубокая полноводная река. Да, конечно, в полноводной реке там глубже корабль может плыть, там еще что-то. Но горная река, она может перенести гораздо больше. В принципе, мы знаем, если там сель сходит, там поток, лавина и так далее. И быстрее. И в принципе тоже достаточно. То есть по сути мелкая река течет быстрее, скорость потока быстрее. И если для нас играет роль скорость, а в современном мире, сейчас я расскажу немножко, для нас она стала играть, то она играет очень много. И тут такой еще важный момент. Мы часто применяем эту аллегорию или аналогию с waterfall. Вроде бы она уже стала привычным. Для того, чтобы сделать это немножко более драматичным, представьте себе, если бы вода текла вверх. То есть усилия, которые надо приложить для того, чтобы поднять воду на следующий уровень. Почувствовали разницу? Если у вас огромный перепад воды, waterfall, и вам надо на каждый следующий этап приложить прямо физическую энергию для того, чтобы перетащить воду туда. То есть возьмите картиночку, поверните и скажите, оп, а теперь мне надо запихнуть ее туда. Чувствуете разницу усилий, которые надо приложить для того, чтобы в более-менее плоском потоке перекладывать на ступеньку наверх и в огромном перепаде воды тонну воды поднять с этого уровня на этот? Вот теперь мы начали говорить о цене. Мы теперь говорим не то, что нам это надо быстро поставить, нам еще это дорого будет поставить такими большими партиями. И вот теперь мы говорим о том, что waterfall, наверное, уже не так выгоден. Очень много усилий требует, очень дорого. Давайте немножко взглянем на историю. Как мы пришли к тому, что нам теперь это стало дорого и всем надо быстро. То есть если там упрощенно вспомнить историю развития IT-индустрии. Я, конечно, сомневаюсь, что кто-то из вас помнит 70-е годы, когда появилось, но в институте, может, рассказывали историю. 70-е годы условное время начала IT-индустрии. Кто у нас основной заказчик на рынке? Военные, государства, ученые. Денег много, бюрократия, потому что как бы чего не вышло. И, в принципе, нет такого четкого понимания, зачем им софт. Ну, автоматизация какой-то математики, расчетов. То есть достаточно простая прямолинейная задача. Делается долго. Там автоматизация подсчета в статистике в государстве, автоматизация какой-то в огромных интерпрайзах тетенек со счетами тоже автоматизирует. В принципе, простая задача решается долго и это всех устраивает. То есть дорого для них не проблема. Потом у нас в 90-е годы, там 80-е, 90-е появляемся мы с вами, пользователи персональных компьютеров. То есть рынок потребления софта увеличивается. Причем увеличивается очень значительно уже даже в те годы, а дальше только прогрессия растет и растет. Соответственно, тут же начинаем вспоминать про принципы, которые в принципе-то уже были известны. То есть Toyota там еще в какие-то 50-е годы строила какие-то бережливые процессы, потому что у них, извините, денег не было на кучу лишних запчастей, которые надо купить и поднять на эту горку. Сразу вспомнили, что есть другие подходы, не просто последовательные, а экспериментальные. То есть ученые эксперименты ставили итеративно, инкрементально. И скрам и так далее в 90-е годы уже начали популяризировать, рассказывать, что вот у нас так получается, там на конференциях рассказывать. Ну и естественно в 2001 году это продолжилось. То есть по сути в 2000-х годах там веб, мобильники потом начали появляться. То есть динамика роста, динамика вот этого time to market, она только росла, она медленнее не становится. И мы это все знаем, сегодня об этом говорили. В принципе, даже когда там Вера Ашадских говорила про изменения, то есть динамика изменений, которые происходят в нашей с вами жизни, она только растет. Отсюда и ответ, почему мы все так или иначе уже знаем про agile, потому что нам это нужно. Даже если мы это не делаем или не делаем в какой-то полный рост, мы так или иначе уже понимаем, что как раньше жить не получается. Соответственно, к чему это нас подводит? Современные проекты, если взять вот такую простую шкалу, которая, на мой взгляд, объясняет, почему нам нужны процессы, которые позволяют вести сложные проекты, у нас современные проекты лежат где-то здесь. То есть это шкала неопределенности требований, то есть непонятно, что делать вот здесь. А это шкала неопределенности технологий, непонятно, как делать. Понятно, что анархических проектов по-прежнему встречаются немало. Но простых проектов стало меньше. Кто из вас видел простой проект, где ты, зная, что делать, сел и сделал, и знаешь, как делать? И что это за проекты? Ага, я про компьютерные, софтверные проекты. То есть веб-девелопинг, там, где мы пытаемся свести к типовым проектам, да? Да, то есть там, где вы можете делать типовой проект, вы его условно сводите. Но там чаще всего мы не разрабатываем, мы либо кастомизируем, либо просто готовую системку настраиваем. Нет? Разрабатываем тоже. Просто список. Повезло, ребята, просто завидую, повезло. И вот тут вот наступает интересный момент. Вы создаете то, чего не делал никто до вас. Как вы можете линейно распланировать, как вы придете к инновации, если это железо до вас никто не делал? Или на этом железе никто не работал? То есть мы не знаем. Чаще всего встречаются вот такие, где мы не знаем, что делать. Вроде бы там знакомые технологии, .NET, Java, PHP, Ruby, что у нас там сейчас популярное. Соответственно, чаще всего у нас идет неопределенность требований. То есть на мой взгляд, вот здесь вот сейчас укладываются почти все современные проекты. Либо какой-то инновационный придумывание чего-то нового, research design, либо очень интерактивный фидбэк от кастомера, когда мы не знаем, что захочет пользователь завтра, либо же какие-то просто огромные проекты, где сложности взаимодействия настолько большие, что они нас из этой категории явно сюда выстреливают. То есть в сложных проектах, ну, хоть какая-то интерактивность уже принесет определенные выгоды, но теоретически там еще можно планировать линейно, хотя практически уже есть даже там риски. И вот что происходит интересного, когда вы внедряете фреймворк? Кто там из вас внедрял Scrum или какой-то более систематизированный фреймворк? Есть? Вот. Любой фреймворк, он пытается проблему отсюда перетащить сюда. Он вам говорит о том, что все просто. Вот ходи на ежедневные встречи, да, типа будет проще, не так больно. Вот. Ну, проблемы будешь узнавать раньше и так далее. Так вот представьте себе, что происходит, если у вас Scaled Framework. То есть если здесь еще одна ось, которая отмечает количество людей, то есть вот здесь у нас очень просто, несколько человек работает, а вот здесь вот где-то зашкаливает там сотни или тысячи людей, работающие на этом сложном проекте. Добавляет немножко комплексности. Вот. Даже, казалось бы, для простого проекта, да. То есть наймите сотню человек делать, казалось бы, простой проект. Но они уже не будут простыми, потому что сотня человек вам нужна действительно, когда проект настолько сложен, что там пять человек его будут делать необоснованно долго. Что происходит? Книга Носима Талеба говорит о том, что черные лебеди. То есть черные лебеди — это метафора неопределенности. Когда открыли Австралию и увидели черных лебедей, потом объяснили, почему они стали черными, но до этого никто не мог спрогнозировать того, что лебеди могут быть какого-то цвета, кроме белого. Кто-то читал книгу Носима Талеба? О, вот. У нас там книжная лавочка, то есть если что, можно спросить. Соответственно, софтвер — это зона черных лебедей. Вы не можете линейно спланировать, вы не можете предсказать, как пойдет ваш проект. Вы можете предполагать, намечать как-то, но жизнь все равно принесет свои сюрпризы. Это факт. С этим надо смириться и просто под него подстраиваться. Соответственно, если исходить из этого факта, надо понимать, что организация всех своих проектов должна быть немножко на других парадигмах, нежели традиционно привыкли линейно мыслить. И тому, чему… Ну, вас, наверное, надеюсь, нет, но меня еще учили в институте. Соответственно, когда смотришь на эти парадигмы, я решил выделить их в такие группы, чтобы сдвинуть парадигмы, чтобы объяснить немножко, собственно, суть «аджайл», назовем в кавычках, как философии, и заодно дать несколько советов, как на этих сдвигах потом строить и масштабировать. Первый сдвиг — это перемещение фокуса в описании системы от некой вроде бы комфортной системы должна делать к другой, менее комфортной пользователь хочет что-то от нашей системы. И тогда мы вступаем в зону того, что мы начинаем исследовать того, что хочет пользователь. Мы вступаем в зону того, что мы допускаем, что пользователь может передумать. Он может нам сказать «я хочу одно», а потом сказать «нет, мне это не подходит, мне неудобно так работать с вашей системой». Было такое? То есть вроде бы сделали все по ДЗ, но пользователю не нравится. И это приводит нас в область того, что мы должны исследовать пользователей. То есть появляется очень много так называемых практик, связанных с юзер-экспириенс исследованием, те же юзер-стори, юз-кейсы. То есть даже формат записи требований меняется в сторону того, что мы записываем требования с точки зрения, зачем мы делаем эту систему, зачем нам этот функционал. И есть такой метод, называется дизайн-синкинг, то, что применяют дизайнеры. И мы говорим о том, что создание софта – это и есть элемент дизайна. Это не конвейер, это не завод, где мы клепаем однотипные детали. Наоборот, каждая новая задача, даже вроде бы для известной функциональности, это элемент придумывания, это элемент дизайна, либо технологического. Вы смешиваете новые технологии или известные, но в новой комбинации, либо наоборот функциональные, поведенческие. Тогда у дизайн-синкинг очень важный момент – это вот эти обратные связи. То есть мы не можем линейно придумывать идею, мы должны постоянно ее проверять. Так называемый цикл обратной связи, фидбэк. Для дизайна решений фидбэк является главной вещью. Он как снижает риски, так и дает нам обратную связь о том, что мы строим, зачем мы строим, попадаем ли мы в то, что хотят от нас. И это сразу же, вот то, что я говорил, это накладывает отпечаток на так называемый agile продукта. То есть с точки зрения придумывания продукта, agile говорит о том, что мы развиваем продукт, мы не строим его линейно, мы его развиваем от каких-то простых концепций. То есть я не хочу сказать, что это только прототипирование, то есть технологически существуют разные подходы. Но с точки зрения принятия решений о том, что делать дальше, мы должны быть гибкими. То есть мы должны, скажем так, agile быть в понимании именно не как мы это делаем, а в понимании, что мы будем делать. Итак, на основе этого, как вы думаете, какой можно сделать вывод? То есть первый сдвиг парадигмы, мир поменялся на то, что мы стали ценить больше знания. Мы стали ценить больше знания наших пользователей, мы стали ценить больше знания о том, что мы вообще делаем. И что тогда? Ценность. Приоритеты поменялись. Мы ценим знания и то, что приносит пользу конкретному пользователю в текущий момент. Если у него сейчас есть потребность, ему нужно простое решение. Если вы ему даете сложную систему, которая не удовлетворяет эти потребности, вы делаете что-то не то. А на это у нас нет ни денег, ни времени, потому что кто-то за это время сделает на рынок то, что нужно пользователю. Или же мы потратим много денег, вылетим в трубу, у нас не хватит сил на вторую итерацию этого эксперимента. Поэтому первый совет – это очень сильно смотреть на value development. В современном мире все говорят, что роль бизнес-анализа трансформируется в value management, то есть в роль управления тем, что мы делаем с точки зрения value. Придумывание продукта с точки зрения value. Следующий сдвиг парадигмы я связываю с подходами к процессу. То есть я это называю условно agile процессов. То есть, соответственно, традиционные методологии учили нас к тому, что вот мы получаем ТЗ, некий скоп, мы, соответственно, пытаемся получить некие оценки. Под этот ТЗ мы пытаемся составить некий план проекта, участников проекта и верим, что так и будет. Но мы с вами вначале сошлись на том, что пунктирчик – это хорошо, но движение все равно будет вот таким. Движение будет неопределенным, связано с этой обратной связью, с комплексностью самой системы, с комплексностью нашей человеческой системы, которая участвует на проекте. Соответственно, треугольник аджелисты переворачивают. Все говорят о том, что, ребята, давайте сразу на других парадигмах строить процесс. Давайте сразу говорить о том, что мы не можем зафиксировать скоп, мы его не знаем, это факт, но мы можем поменять немножко наши условия работы над этим скопом, мы можем двигаться конкретными шагами. Будь то итерации, ограниченные по времени или какими-то другими конструкциями, мы просто говорим, вот есть команда, она работает итерацию месяц или две недели. Соответственно, фиксируем время, фиксируем бюджет. Можем работать итерациями, каденциями более высокого порядка. И вот тут для того, чтобы продемонстрировать силу этой идеи, давайте вернемся к аналогии с водопадом. Архимедов винт, самое простое изобретение, известное там несколько тысяч лет. Его суть в том, что за один оборот вот эта конструкция может поднять воду и выше, и выше, и выше. Таким образом, по сути, реализуется элемент того, что команда, которая двигается итерациями, прокручивает этот винт на один шаг каждый раз, может превозносить этот продукт, эту воду на более высокую, на высокий уровень. То есть это пример такого типа демонстрационного водопада, но он там тонны, ну не тонны, но килограммы, не знаю, кубометры воды поднимает за достаточно быстрое время, поскольку у нас маленький объем течет в среднем. Тем не менее, за счет вот этой итеративности его поднимают. Теперь, кроме каденций, которые у нас являются как бы таким очевидным стимулом, когда мы масштабируем, нам надо всего лишь синхронизировать эти каденции. Это прямой совет, если вы собираетесь масштабировать несколько команд, выровняйте между ними их ритм. Выровняйте ритм для того, чтобы синхронизированно продвигаться вперед и избежать проблем с коммуникацией. Сегодня, по-моему, первый или второй докладчик как раз, в общем, где-то я сегодня уже слышал, что очень интересная задержка происходит в коммуникациях. Если у вас невыровненный ритм, то первый сделал, пока второй взял в работу, пока он дал обратную связь первому, что типа у тебя что-то не так, мы не можем использовать то, что ты сделал, это проходит достаточно большое количество времени. Теперь представьте себе, что вы синхронизируете 10 команд. 150 человек, 125, или тысячу, или 10 тысяч. В принципе, сейчас известны примеры масштабирования agile на 10 тысяч человек. Я когда услышал такое, подумал, ого, ну, типа там КЛМ, там другие какие-то огромные банки. По сути, один из методов и советов вам – это организовать поток создания ценности. То есть организуйте его вокруг ритма или организуйте его просто, чтобы был видимый поток с какими-то минимальными работами. То есть если вы сторонник канбан-метода, они говорят просто про тонкий поток. Если вы сторонник скрама или других итеративных практик, подчините этому ритму. И важно, чтобы мы создавали по-прежнему ценность. Не просто работали на работе, не просто выдавали тонны кода на гору, а именно каждым своим шагом делали хотя бы одно маленькое действие, которое несет пользу пользователям. Теперь третий сдвиг парадигмы. Кто-то знает, что это такое? А на картинке? Это робот Чингисхан. Это первый прототип робота с искусственным интеллектом, которая компания, которая сейчас известна как iRobot, создала где-то в 80-х годах. Джефф Сазерланд, один из авторов Scrum, рассказывает, что эти ребята сидели у него в соседнем помещении, и когда-то к нему забежала вот такая зверушка, и он был очень удивлен тем, что концепция искусственного интеллекта настолько трансформировалась. Потому что поначалу пытались придумать искусственный интеллект так, чтобы он знал все про реальность. Ребята, которые в этой лаборатории экспериментировали, они сделали по-другому. Они сказали, окей, у нас не получится описать реальность так, чтобы машина это понимала и ориентировалась в ней, давайте наоборот. Сделаем простой механизм, у которого есть простые устройства, в данном случае там моторчик, который двигается, и сенсор, который моторчику этому говорит, что там пусто. И делаем один какой-то простенький в середине процессор, который учится, который обучается, берет эту обратную связь от этих сенсоров и на основе этого вырабатывает алгоритм поведения этой штуки. То есть, по сути, максимум самообучения при минимуме правил. Вот эту штуку уже кто-то видел, да, я думаю. Это румба, пылесос, который делает все та же компания iRobot. Пылесос ставится на пол, запускается в вашем помещении, и он по простым алгоритмам двигается, но со временем он запоминает ваше помещение, он запоминает, где у вас углы, где стены, и более тщательно чистит. То есть, по сути, со временем происходит эмпирический анализ и адаптация к условиям реальности. Когда мы говорили про сложные системы из людей, команда или много команд взаимодействующих, как мы можем дать кучу правил, если они их все равно не выполнят? Вот Сергей передо мной выступал, другие рассказчики говорили, что люди, они ходят между правил. Соответственно, давайте минимум правил. Почему мы все любим тот же Scrum? Десять простых правил, девять даже. Соответственно, их очень легко объяснить, но на основе них почти каждая компания так или иначе начинает уже строить что-то свое, адаптировать метод для себя. По сути, в основу сложных систем, команд, мы кладем то же самое. Мы берем и кладем туда эмпиричность и децентрализацию контроля. То есть мы не можем принимать все решения за организацию даже в две-три команды. В сто человек и больше это вообще почти невозможно. То есть менеджер будет просто не то что звездочка, его порвет. Соответственно, мы делаем проще. Мы говорим о том, что все решения, которые команды могут принимать на своем уровне, пусть принимают на своем уровне. То есть решения, которые влияют только на эти команды, которые должны приниматься быстро, которые должны приниматься часто, должны приниматься там, где они нужны. Решения, которые влияют на всех, стратегические, да, мы можем принимать на верхнем уровне. Но эти решения обычно принимаются редко. То есть стратегию компании каждую неделю мы вряд ли меняем. Ну, я надеюсь, что у вас так. Соответственно, эти решения можем принимать централизованно. Решения о том, на какой технологии пишется весь проект. Решения о том, я не знаю, какая основная целевая аудитория этого проекта. Но это не те решения, которые часто меняются. То есть это централизованные решения. Они влияют на все другие решения. Но вот решения о том, как делать ту или иную функциональность, какой выбрать интерфейс. Еще какие-то технологии скрестить, чтобы хоть как-то получить этот результат. Если мы будем ждать начальника сверху о том, чтобы он принял это решение, дело не будет. Мы будем медленные, неповоротливые, тратить кучу сил и энергии. Соответственно, это третий совет по масштабированию. Если это свести к простым каким-то вещам, которые нам заодно и говорят, почему мы теперь любим agile, и заодно на каких принципах это все строить. Есть советы, которые, в принципе, рассказаны. Есть такой ежегодный отчет о состоянии дел в agile. State of agile survey. И каждый год проводится опрос тысяч компаний. Последний раз что-то 5 или 6 тысяч участников. Они из разных стран. То есть там делается правильная выборка. И последние пару лет там появился интересный вопрос по поводу масштабирования. То есть scaled agile последние несколько лет стал, в принципе, популярной темой, потому что помните историю. У нас получилось, вначале были огромные корпорации, потом рынок резко скакнул к маленьким компаниям, а огромные корпорации только сейчас дошли. Они говорят, окей, этот маятник слишком быстро скакнул, но мы-то наблюдаем его движение. То есть мы теперь, по сути, доосваиваем те мысли, которые были известны. И тем не менее, большие проекты нам нужны. Их надо делать быстро, с минимальными усилиями, потому что денег не так много в мире, и инвестиций уже не так много даже у огромных корпораций. Они не могут уже платить миллионы денег на воздух просто ради того, чтобы работа работалась на работе. То есть мы с вами работаем в аутсорсинге. С одной стороны, это комфортная позиция. С другой стороны, мы все равно в одной лодке с IT-отделом этой корпорации. Если мы с IT-отделом вместе не сделали проект, то наш аутсорсинг может закончиться. Так что давайте делать тогда продукт вместе с ними, чтобы их бизнес был счастлив, процветал, а у нас с вами была работа. Так вот, что они говорят? Что помогло масштабированию? Во-первых, выровненные практики на всем уровне. То есть если у вас несколько команд, вам так или иначе придется выравнивать. Так называемое слово alignment – это, наверное, ключевое слово. Вам придется выровняться у всех внедрить скрам или его разновидность. Вам придется выровняться по итерациям. Вам придется выровняться по практикам введения бэклогов или требований. Потому что если одна команда ведет одно, второе, второе, мы не движемся вместе к одной цели. Мы не являемся одним value stream. Второе – это, конечно, поддержка менеджмента. И поверьте мне, вот тут уже, поскольку не так много людей, и столкнувшихся с проблемой скейлинга, опыт консультанта говорит о том, что если это не поддерживается с уровня топ-менеджмента, то отмасштабироваться вам не получится. Вы можете делать скрам на уровне команд, но как только у вас встанет вопрос координации, который затрагивает остальную часть организации, особенно если бизнес-организация больше, чем IT-организация, то без спонсорства бизнес-менеджмента у вас не получится выровнять и отмасштабировать. Следующее – это, естественно, инструмент. Придется так или иначе, как бы вы не любили физические доски, вам нужны будут инструменты, в которых вы будете накапливать статистику, обеспечивать прозрачность и выравнивать взаимные ожидания от команд, сидящих в разных странах или в разных городах хотя бы, ну или физически в разных офисах. Ну и понятно, что потребуется помощь людей со стороны, потому что чаще всего организация внутри долго изобретает, как же им отмасштабироваться. Ну и при этом очень важна роль людей внутри, которые будут, собственно, этим трансформационным комитетом. Почти все книги по трансформированию и масштабированию agile говорят о том, что нужен agile transformation team внутри компании. Интересно? Пока. Окей. На закуску. Есть четыре фреймворка официально существующие, которые рассказывают о том, как масштабироваться. То есть это аббревиатуры, Disciplined Agile Development, Scaled Agile Framework, Learned, вот это less я уже не помню, и недавно творение рук Кена Швабера Nexus. По сути, он говорит, берем скрам, умножаем на x, делаем скрамов скрам, и будет нам счастье. Но, как я сказал, масштабирование строится на тех же принципах, на которых мы строим одну команду. И это, в принципе, логично. То есть мы не можем сильно переизобретать принципы, но мы можем, конечно же, добавлять практики, когда доходит уже до роли многих-многих команд. Давайте посмотрим на примере моей компании, как мы это делаем. Поскольку компания продуктовая, это не аутсорсинг, мне нечего вам предлагать, я не консультант, я ничего не продаю, просто рассказываю, как у нас это устроено. Компания занимается автоматизацией бизнес-процесса крупных операторов. То есть мы решаем проблему B2B. То есть мы решаем проблему бизнесов, и с одной стороны, мы знаем, что им нужно. У них чаще всего есть старое решение, которое мы просто замещаем. И мы пишем продукт, который, по сути, замещает существующую систему. Казалось бы, взяли и сделали. Но мы с вами знаем, что так не получится. Мы находимся в зоне софтвера индустрии, которая подвержена неопределенности, дьявол кроется в деталях, и по мере движения к этой цели мы, собственно, эти детали узнаем. Поэтому мы вынуждены двигаться вот так вот итеративно-инкрементально. То есть мы не можем разрабатывать линейно, мы не можем использовать waterfall, мы так не выживем. Это было известно нашим основателям, когда еще только компания планировалась. Соответственно, стал вопрос, давайте использовать Scrum, а потом, когда настало несколько команд, стал вопрос, давайте это дело как-то масштабировать. Что мы сделали? Мы выделили несколько направлений, как я говорил, value stream-off. То есть у нас есть несколько направлений, ориентированных на создание ценности для определенной категории наших пользователей. Поскольку мы строим огромную платформу, в принципе, у нас можно несколько категорий пользователей рассматривать как условно независимых. То есть в идеале мы все собираем вместе, на практике мы уже настолько это можем децентрализовать, что даже на уровне продукта происходит децентрализация. То есть обычно есть там product owner, Scrum-master, сколько-то команд. Scrum-master может быть на несколько команд, lead developer тоже на одну или нескольких команд. Но product owner тоже там сколько тянут. То есть от одной до нескольких команд тянут. То есть роль product manager – это стратегия, это наружу, это придумывание зачастую нового функционала или продажа его, или же, ну как продажа в том плане, что убедить, что это нужно пользователям, или наоборот, послушать их боли и прийти и рассказать про эти боли своим командам. Отдельно у нас вырисовалась интересная такая сервисная, поскольку большая организация, так или иначе держать девопса в каждой команде невыгодно. То есть у нас девопсы выросли в отдельную команду, скромных четыре мальчика обеспечивают, ну на самом деле их сейчас больше, они обеспечивают инструментами, они следят за продакшенами, они там настроили зеркала, они творят чудесные вещи и очень скромно сидят в такой маленькой комнатушке в уголке. Отдельно, конечно, возникает служба UX, UI. То есть я имею в виду, что у вас большой организации, кроме все-таки прямой масштабирования, вырастет еще какие-то вспомогательные службы, которые дешевле выделить в отдельную службу, чем держать как отдельных специалистов в каждой команде, например. Это про орг структуру. То есть мы децентрализовались, мы дали очень много власти командам, команды принимают решения в зоне архитектуры, их там есть как бы свобода принятия решений, есть лид-девелопер, который так или иначе за этим следит, на уровень выше, на уровень выше мы как бы… Там менеджмент, видите, прослойка минимальная. На 100 там где-то порядка человек, 7 это топ-менеджмент, и там эта группа там едва десяток, чуть больше. То есть 80 человек, 80% это девелоперы, это люди, которые делают, делают, приносят вэлию. Мы линизировали всю эту разработку. Лин в том плане, что мы двигаемся маленькими какими-то кусками, мы выровняли нашу работу, и при этом мы починили ее жесткому ритму. То есть это было такое очевидное для нас решение, что мы просто итерации не просто увязали, поскольку нам надо принимать решения более синхронизированные, мы сделали каденцию второго порядка. То есть мы сделали такой цикл, который состоит из четырех итераций. И мы все вместе планируем четыре итерации. Для команд это служит некоторым буфером работы. В рамках четырех итераций они работают как обычно. И это сразу породило вопрос работы с бэклогом. То есть в принципе все практики так и говорят, у вас бэклог должен быть на разных уровнях абстракции. То есть мы просто визуализировали абстракцию требованием, введя разные типы описания требований. То есть история это то, что команда там делает за итерацию, эпик это то, что делается за итерацию за несколько, фичи у нас такой условный уровень. Мы иногда их вводим, иногда нет. Но инициатива это как некий проект. То есть проект, который внедряет какую-то подсистему, который приносит определенный value пользователю. Может быть проект версии 1 внедрили подсистему и забыли о ней на несколько месяцев. Потом сделали вторую версию этой подсистемы, когда уже остальные вещи доросли. Тут, кстати, я еще не говорил, но очень важный момент, конечно, архитектуры. Архитектура должна быть очень такая loose couplet. То есть у нас сервисная архитектура использует. Это, если хотите, отдельно в кулуарах поговорим. Я это бы оставил моему архитектору. Мы уточняем требования на чуть-чуть. То есть основная идея agile – мы не делаем лишней работы наперед. Мы не делаем анализ всех требований, потому что приоритеты поменяются, требования выбросятся. Зачем тратить время? Наши бизнес-аналитики, продуктовнеры, они и так заняты. То есть они и так не успевают. Соответственно, они не делают лишней работы. Они анализируют требования ровно на чуть-чуть. И вот тут нам еще раз помогает этот общий цикл второго порядка. Эта каденция позволяет хотя бы на 4 итерации сфокусироваться всем командам. Что еще у нас такого? Оценка сравнения. В принципе, в часах мы вообще почти не оцениваем. Недавно команды наоборот начали просить часы для того, чтобы точнее планировать итерации. То есть, по сути, первоначально нам нужна была хоть какая-то оценка. Мы используем story points. Это достаточно для долгосрочного прогноза. Это достаточно для отслеживания скорости, для каких-то там планов, даже дат. Все остальное внутри, как они хотят, так они и делают. То есть на уровень выше можно спрогнозировать. На уровень ниже, если они так на глазок договорятся и сделают то, что обещали, это уже отлично. У нас есть постоянный пересмотр всего. То есть спринт-ревью, вот это релизный цикл, как мы его называем, каденция второго порядка, тоже приводит к некому общему системному демо. У нас есть регулярные ретроспективы. То есть мы пересматриваем как продукт, мы его демонстрируем нашим потенциальным клиентам, у нас есть к ним доступ. Мы постоянно их приглашаем и говорим, смотрите, как будет выглядеть ваша система. Или же, а вот если эта фича будет работать так, вам понравится и так далее. То же самое мы делаем со своим процессом. То есть ретроспективы и даже сессии более высокого порядка. То есть что-то, что затрагивает всех. Мы вынесли, у нас было несколько таких сессий. Был один из вопросов, например, интеграции. У нас как-то это стало болезненно происходить. Все инженеры, все разработчики собрались, пообсуждали, что они должны делать. Они поняли, что иногда им просто надо чаще общаться. Они начали писать письма. Они начали друг друга уведомлять о том, что сервис одной команды обновляется, и это может затронуть других. То есть они стали вести себя как-то более прозрачно по отношению друг к другу. Это тоже был такой импровмент, который на уровне всей команды. Чтобы вам не казалось, что у нас жизнь малина, я специально собрал несколько вещей, которые я считаю мы делаем недостаточно эффективно. То есть на самом деле я как менеджер, отвечающий за этот процесс, я, конечно, стараюсь, чтобы они еще больше улучшили. Но вот есть такие вещи, которые я бы в первую очередь улучшил. Первая вещь – это обмен знаниями и принятие совместных решений. Когда у вас появляется много людей, у вас появляется много хороших умных людей. У вас появляется много классных идей о том, как можно было бы что-то делать. Вот эта вот идея таких, как он их называет, гильдий – это группа людей, объединяющая разных специалистов из разных команд, которые совместно решают какую-то проблему. Вот мне кажется, у нас этого пока мало. У нас сейчас QA объединяются вокруг задачи автоматизации тестирования, что затрагивает как QA специалистов, так и каких-то девелоперов, или QA, умеющих девелопить. И это идет между несколькими командами, несколькими value-стримами. Вот это один из явных примеров, которые у нас уже есть. Я бы хотел таких примеров видеть больше. То есть я бы хотел импрувментов к каким-то практикам, еще почему-то. То есть имея такую толпу народу, мы можем просто делиться знаниями только внутри нашей компании, не говоря уже о том, что ходить наружу куда-то на конференции, рассказывать или смотреть. Соответственно, вот процесс анализа наших пользователей, он никогда не прекращается. И несмотря на то, что мы стартовали с того, что мы вроде бы знали, что им надо, то есть мы стартовали с того, что мы знали, как должна вести себя система, какие ключевые типы пользователей есть, мы сейчас до сих пор открываем для себя сюрпризы, понимая, как именно эти пользователи работают в разных организациях. И получается, что вот этот процесс для нас постоянно происходит. Вот именно иногда такие нежданчики, вроде бы понятная область, а вот непонятное поведение пользователя, и дальше надо решать, как система должна на это реагировать. Ну и очень важный момент. Каждый раз, когда мы показываем результат, у нас возникает такое несоответствие ожиданий. Пользователи говорят, классно, а что так долго? Где? Когда? Когда оно будет у нас в продакшене? Мы говорим, нет, подождите, ребята, это же прототип, нам еще столько построить надо. Они говорят, ничего не знаем, хотим завтра в продакшен. Вот некоторые команды, они уже в продакшене, они обновляются там чуть ли не каждые две недели. Некоторые команды, они делают большие куски, прежде чем их можно просто физически внедрить, потому что это бизнес-пользователи. Вот на этом, пожалуй, у меня все. Краткие итоги, которые я хочу, чтобы вы запомнили. То есть очень важно, когда вы начинаете внедрять что-то у себя, вы не должны копировать, вы должны вдохновляться. В первую очередь, если вы задумали либо трансформировать свою компанию, либо масштабировать, если она уже вроде бы есть, то вы должны использовать правильные парадигмы. Не стоит мимикрировать, не стоит делать карго-культ из каких-то методов типа скрама и так далее. Вы должны понимать, ради чего вы это делаете. Вы должны действительно понимать, что такое agile решение в продуктовом дизайне, agile решение в процессе, agile решение в организации команд. То есть, по сути, моя любимая фраза «agility is not a place, it's a direction». То есть у вас, соответственно, вы должны понимать, что вы всего лишь на этом пути, и остановки на нем не будет. Во-вторых, если кратко просуммировать, это не все принципы, на которых строится особенно масштабный agile, но это минимум, который я рекомендую вам запомнить сегодня. Fast feedback. Организуйте эти циклы обратной связи. По продукту, по результату техническому, по процессу с командами. Так или иначе, это должно быть везде на вашей организации. Точно так же по поводу value-стримов. У вас должны быть value-стримы. Если вы разрабатываете только бэкэнд, а кто-нибудь когда-нибудь его соберет с фронт-эндом, то это не value-стрим. Это классный завод по производству запчастей. А мне нужна машина. Или хотя бы велосипед. Соответственно, организуйте сборку велосипедов и сборку автомобилей. Ну и дальше децентрализируйте управление, потому что группы людей, они не могут жить при централизированном контроле. Люди — это социальная сеть. Так или иначе, вы должны это учитывать, строя свою организацию. Сейчас популярны всякие идеи, там, холократия и прочего. Я не призываю к ним, но я говорю о том, что вы должны посмотреть в способы организации вот таких, может быть, маленьких кросс-функциональных команд, которые могут на определенном уровне принимать свои решения. Соответственно, лозунг «изменитесь или умрите». Если у вас все хорошо, вы все равно обязаны меняться, потому что иначе вы умрете от того, что у вас будет казаться все хорошо. Если у вас уже все плохо, то вам надо меняться, потому что иначе вы не выживете и вас обгонят конкуренты. Мы оказываем сервис, как только этот сервис будет оказывать кто-то другой, мы, соответственно, вылетим с рынка. Мы разрабатываем продукт, как только появляются продукты лучше нашего, мы можем вылететь с рынка. Поэтому процесс постоянного совершенствования это тоже часть культуры вашей компании. На этом у меня все. Вопрос. Допустим, мы смасштабировали одну команду до скольки-то, до десяти. И мы видим, что из этих десяти две-три перформят не так хорошо, как остальные. Мы не можем сравнивать velocity двух команд, потому что это просто будут разные какие-то значения. Мы можем сравнить, да, их качество, их кода. Какие KPI мы можем собрать, чтобы действительно объективно сравнивать перформанс-команд в agile? Хороший прикладной пример. Давайте тогда разбирать его по частям. Это один value stream или это абсолютно разные команды? Один value stream. Давайте для простоты кейса возьмем, что это один продукт, один value stream, и эти там десять команд, сколько их у вас есть, они должны взаимодействовать вместе, чтобы добиться общей цели. Потому что если нет общей цели, проблемы нету. Одна команда делает один продукт, вторая – второй продукт. Можно ничего не мерить, не сравнивать, просто знаниями делиться, запиться на корпоративах. А вот если мы вместе, мы в одной лодке, вот тут все становится интереснее. И поэтому я и сказал, синхронизируйте каденции этих команд. Потому что есть исследования, которые говорят о том, что работа на несинхронизированных каденциях, вот это разбегание в ожиданиях и в целях, оно может троекратно ухудшить результат, нежели синхронизированные каденции между командами, где они, например, на эти четыре итерации договариваются, мы хотим сделать эту фичу, но для того, чтобы ее сделать, вот эта команда должна нам сделать на итерацию раньше, или хотя бы в той же итерации. И тут встает вопрос о выравнивании оценок. И выравнивание… Ну, скорости можно не равнять. То есть скорость зависит от количества людей, их навыков. Вот это то, что я позволяю им. А вот оценки они выравнивают. Существуют простые методы, которые позволяют эти шкалы абстрактных story points у одной команды взять, у второй команды взять, поговорить и найти общие точки соприкосновения, выровнять так, чтобы три поинта у одной команды было, три поинта у другой. У них будет отличаться скорость. То есть одна команда будет делать 20, вторая — 40. Вот это мне все равно. А то, что одни говорят примерно легко, и вторые говорят, да, это легко. Плюс-минус там в рамках этого story point. Соответственно, мы можем выравнять оценки, мы не должны выравнить velocity, мы можем наблюдать за такой метрикой, которую обычно рекомендуют. Это тенденция попадания и не попадания в свои цели. То есть plan versus actual. Таким образом, опять же, насколько там бить их за это или не бить, это вы уже решаете сами. Важно, что вы это можете сделать видимым. То есть одна команда обещает 10 фич и делает 9, вторая команда обещает 10 и делает 5. Наверное, вторая делает что-то не так. Дальше уже надо смотреть, что у нее. Как только они все будут обещать 10 и делать хотя бы 9, вы можете прогнозировать долгосрочно. Ваш план проекта становится очень-очень точным. Десятикратная погрешность, извините, на проекте длиной в год. В смысле не десятикратная, а десятипроцентная. Это лучше, чем десятикратная. То есть я ответил на вопрос. То есть в первую очередь синхронизируйте, сделайте alignment по целям, по планам. То есть, например, общая фича, которая разбирается на несколько команд. Выровняйте оценки и дальше уже смотрите за трендами. Трендами, velocity и так далее. С одной стороны вы говорите синхронизируйте, а с другой там был слайд децентрализации. То есть не противоречит ли это друг другу? И как сделать так, чтобы при децентрализации не было, команды не начали в разные стороны двигаться? Ну так вот тут слайд, правильно. Синхронизация по и децентрализация управления. То есть децентрализация решений, которые они принимают в рамках ритма. То есть, знаете, вам нужен на галерах тынь-тынь-тынь. То есть просто свободу дать. Да, в рамках своих решений они принимают, а в рамках ритма у них ритм синхронизированный. Таким образом, строя планы, они выравнивают зависимости, чтобы минимизировать обратную связь. То есть, по сути, когда одна команда является поставщиком сервиса или продукта, вторая команда является потребителем. И потребитель должен дать обратную связь как можно быстрее. Хуже всего, когда потребитель уже ждет, а поставщик еще даже этого не начал делать. Вот эти вещи мы синхронизируем, align. А как их сделать? То есть, что там в этом сервисе будет? Моки, хотя бы контракт, который уже можно потребить. Это уже контрол, который команда принимает сама. Спасибо. Расскажите немножко подробнее про гильдии. Каким образом они у вас вообще появляются? Это самоорганизующаяся группа или вы предпринимаете какие-то шаги? Что это вообще такое? Тут, я же сказал, это область улучшения. То есть, по сути, эту идею, видите, там Хенрик Ниберг рассказывает, как они красиво живут в Spotify. Spotify – огромная компания, которая делает онлайн-сервис, онлайн-продукт, который состоит из кучи подпродуктов. И он вот рассказывает, что они масштабируются как раз путем того, что отдельные команды, завязанные на продукт, чем-то похожи на нашу ситуацию. Но, типа, технический чептер, так называемый, например, QA, или там дутнейчики, или там фронтенчики – это практика больше по инженерной дисциплине. А гильдия, она объединяет более крупную… То есть, она может несколько инженерных дисциплин разных объединять вокруг решения задачи. Вот я говорю, в нашем случае пока я наблюдаю только решение задачи автоматизации тестирования, что требует помощи и девопсов, и девелоперов, и QA. То есть, там, в принципе, она в основном нравится QA-лидом. Он просто умный. Я бы хотел, чтобы было больше. То есть, я бы хотел, чтобы там команды решали… Ну, частично это там же проявлялось решение проблемы автоматизации интеграции. То есть, к CI у нас настраивался, там вырабатывались методы, как у нас это все синхронно собирать, собирать многие вещи, чтобы в один продукт собирались. То есть, это есть, но мало. Поэтому я не могу сказать, что мы решаем. Я хочу, чтобы мне кто-то рассказал, как это делать. Ну, вообще, да. То есть, по сути, если вы можете поставить проблему перед организацией и сказать, ребят, договоритесь, это лучший способ менеджмента. Но иногда им просто надо намекать. Ребята, даю маячок, вот тут проблема. Мне нравится ваше решение, я подумаю над ним. Я не знаю. То есть, я не могу сказать, что нам всегда нужны ровно три эти гильдии. Возможно, четыре, возможно, две. Как минимум. А почему не одна, как минимум? Почему не две? Ну, то есть, в ваших словах есть очень хорошее зерно истины. Мне нравится. Действительно, есть ряд проблем, которые компания, будь то одна маленькая команда, будь то большая, должны решить. Собственно, как мы это что-то собираем, как мы это делаем, какие там архитектурные, инженерные практики применяем. То есть, и как мы, собственно, это перепроверяем, что оно сделано как надо, QA практики. То есть, возможно, также я бы хотел видеть гильдию продуктов неров, которые делятся методами анализа, описания требований. Вот сейчас этого у меня вообще не хватает. Они там каждый в своем окопе. Бизнес-аналитик, продуктовнер, он зачастую все-таки не настолько менеджер. То есть, он тоже в своем окопе. Он вообще с командой сидит, и его задача там отвечать команде на каждодневные вопросы, оно не оно. То есть, по сути, он может тоже быть так занят, что как в этом анекдоте, некогда думать, копать надо. То есть, это тоже такая область для улучшения. То есть, я не могу сказать, что гильдии должны только раз, два, три появляться. Это концепция объединения людей вокруг решения каких-то задач или же улучшения каких-то направлений, практик. Опять же, не факт, что однородные практики хорошо для организации. Многие организации, вот децентрализация управления, она же как бы поощряет и разнородность. Почему большой организации вы можете позволить каждой команде немножко экспериментировать? Потому что тот эксперимент, который окажется удачным, вот его следует повторять. Поэтому надо давать diversity, возможность типа… Ну, с другой стороны, есть экономия. Например, CI у всех должно быть одним инструментом. Потому что он должен единообразно собираться. И опять же, цена лицензии и прочие такие централизованные решения. Кстати, вот пример. У всех Jira, у всех там Tomcat и что-то еще… Ой, не Tomcat, а этот TeamCity и другие вещи, которые нам нужны. Crucible там просто один на всех. Хотя Crucible начался в одной команде. Она попробовала, потом выступила, такой внутренний доклад сделала, рассказала, как они его используют. Все захотели Crucible, девопсы настроили Crucible всем. То есть вот пример такой внутреннего импургмента. Небольшой вопрос. По вашему опыту, по опыту вашей команды, оптимальное количество людей в складе? 7 плюс-минус 2 никто не отменял. То есть у нас действительно там от 5 до 9 человек. Меньше 5, команда слабая. У нас есть такие подпроекты, когда команды делились на 3 условных человека. Но там один заболел, второй не пришел. Производительность команды в итерации драматически падает. То есть 5 человек – это устойчивая уже команда. Там есть фронт-энд, там есть бэк-энд. Чаще всего там один фронт-энд на несколько, на 3-4 бэк-энда. Есть QA. То есть вот такая оптимальная у нас где-то там команда. У нас были команды, которые выросли, и они разбились на 2 одинаковых подкоманды, просто потому что им стало некомфортно большой толпой там в 12 и больше человек стоять на одном стендапе. То есть Product Owner просто дает одним одни эпики, вторым вторые, и таким образом он чуть-чуть их распараллелил. Хотя они одна команда, делающая одну подсистему. А Scrum Master – это отдельный человек или выполняет кто-нибудь роль дополнительная? Это отдельный человек, это условно менеджер с человеческим лицом, который работает на 3 команды, где-то на 2-3-4 команды. То есть мелкие виртуальные команды там можно тянуть больше, крупные команды, например, 2. Один человек может 2 тянуть. Вот. То есть это такой интересный вопрос, роль менеджера в Agile. Там, я не знаю, была дискуссия сегодня, не была. То есть кроме Scrum'а есть еще другие менеджерские практики, которые кто-то должен делать. В моем случае это вот такая роль Agile project менеджера, тире Scrum Master. Но это не девелоперы. Не QA, не девелоперы. Это именно отдельные люди. Все, давайте на этом я вас отпущу. Тут обещали закрытие конференции, призы, подарки. Подождите, я должен подарок вручить, да? Можно похлопать. Спасибо. А, мне повезло. У меня джекпот. У меня два подарка. Первый подарок за лучший вопрос. Давай тебе за самое большое количество вопросов. За настойчивость. Спасибо. И второй подарок вот тому молодому человеку, который задал первый вопрос про масштабирование, выравнивание. То есть, видимо, вас это волнует. Вот, обращайтесь. То есть у меня здесь есть контакты. Я начал оживлять свой блог. Я начал в него писать. Там с 2009 года можно много чего найти. Но самое главное, вы мне можете написать вопрос, на который я отвечу в виде, наверное, статьи для многих. Ну или просто задайте личные вопросы. Не стесняйтесь. Спасибо, Тим.